привет ребят вообще как вы смотрите на то что влог о путешествиях по азии станет влогом о жизни в ввиду последних событий есть такая идея есть такое место есть такое место что самое главное что мы уже прямо здесь и да это продолжение видео про базу отдыха про это огромную территорию но это еще не все ссылочка и про базу и про это место и все контакты будут в описании а мы идем смотреть что здесь еще есть интересного к первый день птички пели так громко что я себя не слышал а потом тихо тихо так привыкаешь и вероятно пока не вернешься в город опять нужно словить контраст смотрите есть целое хозяйство кролики вот вы чё рачите что смотри рейджи и белый но сейчас мы обойдем все у меня есть в моем рюкзаке морковка и капуста смотри как их много то есть все что вы готовите все здесь заметили по вкусу слушайте супер это столько людей работают наверное здесь чтобы всех этих то или вы всех кормите сами гостей пролик смотри петушки и гуси и курочки а вон ваши козлята дорогие вон по соседству козлятки вот эти вот которые любят дети классные они больше не вырастут кстати они такие аккуратно дарина это не пьют водичку конечно им тут весело все жить гарри не нравится ферма это не мы и внушили ферма нравится совершенно всем детям даже больше чем торговые центры поверьте хотел бы себя козленка мы заметили по их свежести что их явно вы не откуда-то везли что они только что собраны почему но в какой-то момент реально становится очень привлекательно именно что-то выращенное своими руками съесть что-то сделанное что-то потому что мы уже немножко устали от такого прям потребления такие магазины и как-то даже покупки в магазинах превратились некое какое-то вот постоянно регулярное занятие хочется чего-то другого и коль вот знаете так сейчас складывается обстановка что непонятно где и как мы будем путешествовать жить то хочется как минимум жить на природе и заниматься чем таким интересным это лично наша вы свое мнение пожалуйста пишите уверена что более молодые скажем так до 30 люди не разделят с нами это убеждение как и мы бы раньше сказали бы ну да ну да но вот не знаю старость ли это очень-очень хочется какой-то креативной жизни в каком-то прям глухом лесу ну серьезно а теперь к делу смотрите если раньше помните кстати начало нашего влога когда еще пару лет назад все хотели жить в краснодаре открою вам небольшую тайну все те кто еще недавно хотели жить в краснодаре теперь хотят жить чуть дальше не знаю почему я опрашивала людей многие сейчас из краснодара переехали кто-то в крым кто-то подальше кто-то в горячий ключ и мы в принципе сейчас находимся ну примерно в районе горячий ключа станица саратовская городской округ горячий ключ поселок первомайский но в общем то чтобы так сориентироваться ехали мы именно от краснодара метрис наверное да по пустой совершенно дороге дорога наверняка когда нибудь откроется проезд на море и выходные будет посложнее немножко до выбраться но сейчас и будет не принципе все нормально ну и собственно пойдем сейчас посмотрим сейчас только начались продажи здесь узбремельных участков как бы не так много поэтому я даже не знаю выкладывать это видео или нет мы задались целью в общем-то себе тоже присмотреть и вам в общем-то показать здесь участки где можно под и же с приобрести себе участок и прям рядом с вот этой базой именно очень точные подробности вы сможете посмотреть на сайте который мы укажем обязательно под видео контакты сайт в общем-то можете звонить и я думаю будете общаться непосредственно с евгением который нам проведет сейчас эту экскурсию кто здесь есть что здесь будет на самом деле да участков у нас здесь немного планируется всего 190 сейчас мы отсыпали уже больше двух километров дорог и больше груза могут ходить и в принципе уже можно и на литовых машинах приезжать три дома у нас начали строиться ну стартанули мы недавно то есть буквально вот два-три месяца мы продаем но при этом уже кубан энерго новые линии передач нам протаскивает к концу лета мы должны покрыть все более это государственная программа именно для земель и же с подключение 15 киловатт к дому будет стоить всего пятьсот пятьдесят рублей и то же самое с газом свой газораспределительный щит у нас стоит здесь на территории базы труба высокого давления туда подходит газ на территории базы мы собственно подавать сюда же канализации у нас будет септики индивидуальные ну и собственно две готовые скважины с минерализированной водой тоже уже готовы и будем из них подавать воду а вода это та же самая которая у нас есть заключение у нас с вами пятигорского института минеральных вод полностью можно на сайте ознакомиться что вода питьевая минерализированная вода а я вот родом из пятигорска что-то все одни знаки пошли нет мы кстати заметили принимая душ что вода ну по такая скользкость как реально мимо на рзане и ванны или как тут горячие термальные источники когда купаешься такая кожа увлажненная это для меня важно евгений начинать можно приобретать вот прямо от этого участка вот сразу перед выходом именно уже с лесом то есть эти взрослые деревья не стоят на границе участка то есть вы приобретаете землю и у вас уже взрослые деревья меняется чтобы это делаю это с лесом да у нас с вами в сторону горячего ключа здесь получается лесной массив в районе 6000 квадратных километров это сплошной лесу в лесу строй нельзя поэтому большой долей вероятности что с той стороны к нам уже никто руки это получается это как бы природная опушка лиц даже зона тишины так называемые практически заповедник где охотиться нельзя поэтому у нас и косули периодически встречаются кабанчики гуляют грибов ягод участок такой который будет заканчиваться до скажем так лесом он сколько будет стоить участки идут у нас во первых от 6 и до 20 соток они уже всеми жеваные дороги опять же у нас с вами все названия уже имеют на яндекс карты можно посмотреть да мы уже видели название присвоено и стоимость собственно от 100 до 190 тысяч за сотку как раз зависит от того где находится участок чистый он с лесом ближе к озеру подальше от озера то есть в принципе ценовая политика очень мне кажется классная цена мы выясняли этот вопрос краснодаре хуторе нашим прекрасном ленина за его немножко пределами у нас знаете там сейчас продают очень так и классные поля вариант над ними взлетают и садятся самолеты это стоит сто пятьдесят тысяч сотка вот и покупают не знаю что людей сподвигает на это на этот шаг в любом случае у всех свои трюсы свои минусы у кого-то это ТСС у кого-то это ИЖС у кого-то рядом там не знаю ОЗМОЛ в принципе ну да кому что важно у кого-то рядом природа так кстати естественно всем интересно если тут рядом школа напротив у нас прям через дорогу с вами школа детский сад отделение сбербанка почта магазины продуктовые и хозяйственные в принципе до больших развлекательных центров как ОЗМОЛ в районе 30 минут езды мы вчера показывали как мы ездили тут в пятерочку это буквально пять минут в общем то все есть ну как бы для нас опять-таки сравнивая свою жизнь в хуторе Ленина могу сказать что наше развлечение на сегодняшний день это поход в магнит можно магнит косметик возьмал на детскую площадку собственно говоря это все здесь тоже доступно будет короче короче они пока пошли на вход поснимать а мы к осликам пошли которые нас вчера напугали бежали так по дорожке да ну попробуем они кушают травку Темочка попробуем дать Даринка иди ослика смотреть заячь понравилась морковка вот мы кроликом заготавливаем кролики не хотят а ослики хотят то есть я предвижу вопрос по поводу что вы будете когда дети вырастут делать ну я думаю что когда дети вырастут до такого момента когда будут сами принимать решения они могут собраться и поехать жить в город Краснодар куда угодно там учиться работать вообще их полностью выбор но детство я хочу чтобы они провели в милой обстановке не в торговых центрах не не знаю не в этой всей электронной реальности я хочу чтобы они общались с животными я хочу чтобы они ходили на рыбалку я хочу чтобы мы жили в доме и чувствовали ну как бы себя частью природы вот как бы это не звучало это так не знаю поддерживать вот такой подход или нет мы жили в разных местах разных краях не скрою я люблю тепло и да нам приятно жить на Бали и мы будем рассматривать варианты зимовок скорее всего вот но опять таки когда дом это есть чем заняться это те же животные которых ты не можешь бросить и в принципе это такие приятные хлопоты которые надеюсь войдут в нашу реальность собственно говоря мы уже показывали с дороги этот вот входную группу которая строится сейчас я думаю уже скоро да Евгений скоро будет уже здесь наверняка будет кто-то сидеть да в отделе продаж сюда можно будет приехать то есть поселок будет закрытый видеонаблюдение охрана это все территория охраняемая ну потому что как бы это важная история тем более когда ты с детьми да это важно действительно вопросы касательно коммунальной стоимости в плане не в плане воды газа света там и так далее а в плане дополнительных услуг до управляющей компании как то охрана как то видеонаблюдение уборка возможно но это вот я правильно понимаю что вот то поле где мы мы проезжаем вдоль дороги это полностью будет забор закрыто потому что с той стороны вот что касается поселок первомайский обратите внимание вот 100 метров вот собственно говоря он уже здесь а касательно инфраструктуры поселка детский сад школа скорая помощь больница что-то вот там где мы сейчас с вами стоим до школы идти пешком не торопясь по школе детский сад то же самое продуктовые магазины хозяйственные магазины отделение сбербанка почта церковь короче вся инфраструктура необходимая минимальная есть больница станет больше в горячем ключе ну в 15-20 минут езды а тем более что движение такое что перейти дорогу никаких проблем машин то нет а кстати оптичка как добраться сюда на ответственном транспорте из краснодара и горячего ключа ну и с ближайшим как станция называется и отсюда уже из горячего ключа либо на автобусе или на такси из горячего ключа ну а собственно такси автобусы сто двадцать и двадцать первый раз в два часа то есть здесь электрички нет рядом электрички здесь из краснодара я думаю на такси никто не ездил не знаете в районе полутора тысяч приехать но это удобно на самом деле когда нет машины и нужно приехать с детьми и кучей кучу всякого чемоданов вот но лучше конечно машине вот тут по всему поселку уже смотрим отсыпана дорога это пока еще не асфальт но будет асфальт как когда я так понимаю стройка какая-то закончится начнется да потому что машины крупные но они поломаются на самом деле да да я вижу абсолютно спокойно можно проехать и на обычном седане с маленькой посадкой атака смотрю дорожки основные улицы в центре мы уже отсыпали улицы у нас будут широкие то есть это минимум 14 метров то есть чтобы спокойно две машины в ряд проходило чтобы никто никому в дороге не уступал на этом деле тоже не экономим но комфорт максимальная дорога будет где-то на юности что касается самого строительства это все малоэтажные максимальные ну тут не будет такого что когда люди купили себе участки построили там двухэтажный одноэтажный дом а перед ними втюхали четырехэтажку которая перекрывает и солнце и вот это все уединение планируется здесь ну скажем что-то выше двух этажей может быть 22 я не знаю тут небоскреб какой-нибудь поставить вот и каким образом это регламентируется опять же стиль да какой-то общий стиль есть такие поселки я знаю особенно вот в московской области в ленинградской области когда люди приезжают им говорят только финском стиле там или только кирпичные дома или только срубы вот как у вас с этим и вы знаете вот все ну как все процентов девяносто которые сюда приезжают мы просмотрили мы приобрели уже участки они спрашивают многим бы хотелось чтобы это был единый стиль ну конечно но опять же это есть у каждого продукта скажем так это минусы это земли и женщины мы не можем диктовать после покупки у человека как он может быть опять же есть градостроитель в котором нельзя на земле ЖЭС строить что-то выше двухэтажей это максимально возможно и не выше двадцати лет при этом здесь у нас есть отдельное земляное значение есть участки ЖЭС на которых можно строить только жилой дом есть отдельные участки которые дальше от жилых домов на которых можно строить многоквартирную малоэтажную застройку то есть это либо таунхаусы либо блокированная застройка опять же это не выше четырех этажей но той же самой истории мы обращали на это внимание и то же самое как в многих поселках не хотелось бы чтобы ты построил себе красивый там двухэтажный одноэтажный домик а рядом у тебя возвели высотку и все весь этот подъезд смотрят по утрам чего ты делаешь у себя во дворе вот поэтому это все отграничено друг от друга максимально стараемся сделать так чтобы всем было комфортно потому что уединение опять же так как это природа да все сейчас многие пытаются сбежать из города но в связи и с последними событиями со всем остальным вот поэтому 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 пытаемся чтобы это все было максимально комфортно для всех поживающих он покупал но моя вкус не подошла кто в какую-то у нас такой фотосесс со славик это ослики милейшие создания которые любят морковку гораздо больше чем кролики в котором мы ее резали желтые участки это те участки мы их продаем продаем их с тем условием что в течение года полупок на них должен стоять дом то есть хотя бы коробка с забором ну чтобы был какой-то внешний вид да чтобы не получилось так что мы здесь купили участок а соседи его купили и на пять лет про него забыли у тебя бурьян растет вот зеленые участки ради бога можно покупать потом перепродавать ждать и так далее они внутри стоят да то есть фасадами не выходит на центральной улице общий вид короче не портит а здесь все-таки приобретает такие участки которые по центральным улицам идут здесь надо рассчитывать на то что там да многие же покупают еще на перспективу там скажем куплю я сегодня по такой цене через два года она будет уже дороже так понимаю детский сад это просто планируется да то есть это можно искать каких-то арендаторов да кто будет готов заехать да вот это все это ну парковая зона понятно это сейчас вот мы с вами вот отсюда заходили вот эта дорога вот здесь мы ее приложили вот здесь да вот так она идет да это уже здесь можно строить как раз многоквартирные малоэтажные дома то есть вот здесь расстояние у тебя получается между участками да а это вот типа как коммерческая зона здесь могут купить застройщики крупные построить там грубо говоря четырехэтажный дом да ну насколько я понимаю это максимум 4 этажа 4 этажа максимум ну то есть на самом деле возможно это и хорошо потому что они будут просто ограждать от дороги и отбивать шум это барьер но с другой стороны мы сейчас в поле были особо там ну там там и движение не такое конечно чтобы изолироваться сильно это квартал 19 участок 12 допустим да вот эту штучку я вам тоже с собой дам то есть стоимость сотки она разная она зависит от чего именно от места расположения от величины участка те которые с лесу они подороже чистые участки в общем вот эти подороже которые по краюшку которые внутри они подешевле все ну а там дальше уже ну и вот собственно номером смотрим там 19 получается 10 и 3 сутки 19-12 10 и 3 сутки 190 за сутку общее миллион 900 тысяч вот такой участок интересно как зимой такая же зелянка как в Краснодаре с ней бывает ну дня 3-4 в этом году почти неделю лежал лежал хороший ну практически по колено здесь было у нас ребята из горячего из Краснодара ехали специально за снегом к нам сюда снеговиков лепить детей недолго конечно лежит в районе недельки но лежит и чего нету в городах опять же наших южных здесь уже у нас здесь просто по климату мы выше чем горячий ключ чем где-то метров на 80 и климат достаточно часто резко отличается в горячем в Краснодаре может ливень быть у нас светит солнце там есть снег у нас есть снег там снега нет то есть я правильно понимаю что здесь сейчас за счет того что он выше продувается лучше именно свежесть в Краснодаре горячий ключ он все-таки между гор наверное горячий между трех холмов стоит и летом за счет чего там как бы достаточно тяжело парниковый так сказать эффект не продувается и за счет этого духота получается вот это да здесь мы выше продуваемость у нас здесь лучше не то чтобы какие-то дикие ветра но как бы посвежее в любом случае жара не так ну мы уже заметили что по сравнению с Краснодаром тут гораздо спокойнее в плане ветра потому что в Краснодаре ну такие ветра бывают что прям ну опять же здесь и лес тот же самый он защищает да когда северный ветер у нас с вами идет или северный и южный да все равно не так сильно но тем не менее воздух движется за счет этого гораздо приятнее переносить вот эти вот холоды жару и все остальное хотя холодно сильно тоже не бывает минус пять это максимум что вот в прошлом году пойдем сходим еще на быту озеро третье оно у них прям ну мы пофоткаться вы видели какие там фотки получаются кто подписан на наш инстаграм кто не подписан если подпишетесь то тоже увидите все спрашивают где эта сказочная картина погуляем и поедем растить мечту дальше так а сейчас мы еще раз прогуляемся к третьему озеру и еще раз покажем что будет входить в комплект с этой землей ИЖС куда можно выйти прекрасно провести время погулять не выезжая собственно из своего поселка я не знаю говорили ребята или нет но территория это закрытая и охраняемая что тоже очень хорошо я в восторге если честно вот смотрите мы спустились на озерцо и сейчас идем к третьему еще озерцу такое все не тронутая природа но тем не менее порядок постоянно люди ходят вылавливают пакеты убирают мусор то есть оставляют только вот природные какой-то мусор все почищено все вылизано видно что на территории работают и ухаживают прям ну большое количество человек мы доходим до этого третьего озера и можно рыбку ловить вон какая-то беседочка даже это есть дикая беседочка помните мы на карте смотрели название было дикое а ну она наверно в том плане что общего пользования ну она в плане в том что она очень далеко все очень дикое и в этом и прелесть собственно говоря это место все такие звуки дикие смотри сколько было дуванов уже все пооплетели наверняка здесь можно собирать травки на чай если в них начать разбираться классно ну согласитесь же классно прям классно чтобы дикие звери не проникали на территорию этой прекрасной базы вот так вот по периметру все ограждено колючей проволокой кабан не пройдет ну вот смотрите тут и мангальчик есть и рыбачники поставили удочки больше скажу на этом озере Евгений сказал можно купаться помнишь когда мы там были вон там вот понтончики такие можно будет заходить короче говоря вот там где заканчивается база ну территория парк отеля начинается лес и лес он вот до самого горячего ключа непонятно сколько километров вот такой вот лес кстати о птичках да да вообще круто тени никому 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 там и ну м и ты до история про воду что оно реально прикольно оно реально классная я испытала в душ и моя убили и и вот все подтверждено это очень-очень-очень круто саратовский источник минерально-термольных вод открыть восемьдесят пятом году так давно уже не было но в россии так точно как-то лично негде как-то приткнуть или у нас такое настроение здесь реально как-то так живописно что каждому в луку нафоткали озеро удочки кулесика в бассейнике зверюшки инстаграм будет счастлив в общем-то вроде пока мы практически все вам показали но поняли про выезде еще какие-то домики не посмотрели там еще и еще в общем территория такая что двух и трех дней мало делитесь впечатлениями как вам новый этот коттеджный будущий поселочек купили бы вы там землю посоветуйте нам делать ли такое вложение приобретение вообще будете к нам в гости потом приезжать но пока друзья спасибо большое что вы остаетесь с нами не забывайте лайкать наше видео и писать комментариях что вы об этом думаете пока пока мы поехали в кран подавдом